Продолжение следует... Под знаком коронавируса скоро, наверное, астрономы отыщут в космосе какую-нибудь там звезду неизвестную и назовут ее созвездие коронавируса, потому что я думаю, что эта сволочь, она стоит того, чтобы ее упоминали, чтобы она была зафиксирована как нечто мерзкое, случившееся в истории человечества. Но ситуация, ситуация, но мы же должны оставаться людьми. Поэтому кто как проводит это время. И вот недавно мне позвонили какие-то хорошие люди, замечательные, сказали, что они хотят показать в интернете фильм «Сказка сказок». Я до сих пор не понимаю, что такое интернет, но для меня так же непонятно, как непонятно, почему летает самолет. Какой-то маленький моторчик, он только поднимает его в высоту. И, ну, мне эта сама идея понравилась, что покажут фильм. И попросили меня сделать некоторое предоведомление к фильму. Ну, а какое предоведомление? Фильм давно сделан, 41 год тому назад. Он был закончен. Время, 41 год, громадное время для жизни мультипликационного тем более фильма. Фильм продолжает идти. Могу сказать, что по рейтинговым спискам он дважды входил в список, как первый фильм мира. Я думаю, что не лишнее это повторять. Первый раз, это был в 1984 году, в Америке, в Штатах, во время Олимпиады. Там был проведен опрос, проводилась Олимпиада искусств, и был проведен опрос в том числе и на лучшую мультипликацию. Первым фильмом в этом ряду оказался «Сказка-сказок». Потом, в 2002 году проводился Загребским фестивалем. По всему миру в течение трех лет проводился опрос. И опять фильм «Сказка-сказок» оказался первым. В 2003 году был опрос в Токио. Первым фильмом оказался «Ежик в тумане», а вторым – «Сказка-сказок». Да, все это очень, конечно, все это интересно и даже, может быть, и веселит душу. На самом деле, суть не в этом. А суть в том, что, когда делался фильм, то делался он, безусловно, с переизбытком сил, которые нужно было затратить, творческих сил, конечно, затратить на этот фильм, потому что, как что-то необычное для тебя самого, для автора, он открывал нечто новое и в тебе, и в мультипликации. А это всегда сопряжено с колоссальной работой. Тут уже никуда не деться. Но я думаю, что любой творческий человек, который вдруг находится в предвещении какого-то открытия, он понимает, о чем идет разговор. Передо мной книжка, моя книжка «Снег на траве» называется. Я написал такой двухтомник. Вот она. И здесь у меня есть глава о сказке сказок. В частности, например, я начинаю переворачивать страницы. Вот здесь фотографии, фрагменты скиза. Фотографии, сделанные кинооператором Скиданом Босиным, Игорем, с которым мы работали. Это эскиз «Провода на фронт», эскиз Франчески Ярбусовой. Это ее эскизы после фильма, но точно по фильму. Это «Волчок в лесу колыбельная», а это «Ночной эскиз столба». Это вот набросочки, которые предшествовали вообще всей работе. То есть здесь отдельные мои впечатления зарисованы, которые еще я не предполагал, куда они могут пойти, что они могут открывать с собой. Вот здесь же фотографии. Это Петрушевская Людмила, это я. Это я маленький, мне пять лет. Ну и так далее. Вот эти фотографии. Это Александр Борисович Жуковский, с которым мы снимали «Ежик в тумане», «Цапля-журавль», «Двадцать веншинели» и подбирали материал к фильму «Сказка-сказок». Это как раз его фотографии. Это я у себя во дворе. Это все темы, мотивы 70-х годов 20-го столетия нашего. Ну и, конечно, это эскиз к фильму Франческе Ярбусовой. Эскиз называется «Полдень». Один из центральных эскизов. Это эскиз «Волчок уходит в дверь». Те, кто смотрел фильм, его знают. Кто не видел, увидят этот кинокадр и вспомнят этот эскиз Франческе Ярбусовой. Это эскиз не от случившегося эпизода «Похорна птицы», но эскиз был сделан. Сделана была раскадровка, даже были сделаны персонажи. Сейчас я вам это покажу. Вот они, эти персонажи. Вот это дети. Того времени все документально. Это дети нашего двора. Тут даже мои приятели, тут и я есть среди этих детей. Да. Почему я показываю эту книжку? Хотел бы дать в каком-то черновом ощущении, как проходила работа над фильмом. Но я не думаю, что есть смысл сейчас подробно говорить, как она технически проходила. А скорее речь идет о том, каким образом этот фильм постепенно лепился из разных ощущений, из разных чувств и что составляло его сердцевину. Это важно. Название «Сказка-сказок» – это название стихов на сынахе Кмета. Эти стихи я сейчас прочитаю, чтобы вы, зрители, лучше поняли, откуда вообще координаты этого фильма. Вообще, знаете, не нужно творческому человеку, вообще любому, кто занимается творчеством, скрывать, откуда вдруг пошли те или иные мотивы. Во-первых, мотив у нас общий, потому что будет ли это Восток, там своя религия и общие мотивы, будет ли это Ближний Восток, будет ли это вера Ислам, или же будет это вера Иудаизм, или христианство. Мотивы все равно едины. И если ты себя лишаешь этих мотивов, если ты не соединяешь что-то фрагментарное, происходящее сейчас здесь под съемочной камерой, если это не соединяется с чем-то большим, то значит ты не ставишь себе задачу, которая превышает даже твои творческие возможности. Где-то Бродский сказал, когда не получается, надо взять тоном выше. Это идеальное состояние, когда ты себя ставишь в ситуацию невозможного, и вот только это невозможное вдруг тебе открывает нечто, что у тебя закрыто было в этот момент. Сказка сказок. Когда-то фильм предполагалось, когда начиналась работа, и мы начали с Петрушевской работы на сценарии, предполагалось название «Придет серенький волчок». Потом перешло на сказку сказок, потом обратно. Это такая своеобразная была драматургическая истерия, скорее можно так назвать. Но факт тот, что фильм остановились все-таки на названии «Сказка сказок». Я уже сказал, это стихи Назым Хекмеда. Я думаю, что услышав эти стихи, вы, зрители, поймете, как складывались мотивы этого фильма. Стихи «Сказка сказок» я услышал в 61-м или 62-м году, я думаю, что скорее в 61-м, а может быть и в 60-м, услышал на вечере поэзии, где и читал эти стихи актер Вячеслав Сомов. Люди старшего поколения, вот моего возраста, москвичи, они должны были помнить это замечательное явление. Он читал множество стихов, и в основном это была поэзия переводная. Там были латиноамериканцы, там были французы, немецкая поэзия, голландская поэзия, американские поэты. То есть это была довольно обширная программа. Стихи Назым Хикмета меня тогда поразили. Они поразили меня своей простотой. Я их практически почти сразу запомнил. И дальше с тех пор они во мне проживают вот уже на протяжении существовало 60 лет. Стоим над водой. Чинара и я. Сейчас прошу прощения. Бывает такой затык. Значит, еще раз. Я не важно. Еще раз. Я сейчас начну. Бывает затык. Хотя стихи эти я прекрасно, естественно, знаю наизусть. Стоим над водой. Чинара и я. Отражаемся в тихой воде. Чинара и я. Блеск воды бьет нам в лица. Чинаре и мне. Стоим над водой. Солнце, Чинара и я. Отражаемся в тихой воде. Солнце, Чинара и я. Блеск воды бьет нам в лица. Солнцу, Чинаре и мне. Стоим над водой. Солнце, Кошка, Чинара и я. Я и наша судьба. Отражаемся в тихой воде. Солнце, Кошка, Чинара и я. И наша судьба. Блеск воды бьет нам в лица. Солнцу, Кошке, Чинаре и мне. И нашей судьбе. Стоим над водой. Первой кошка уйдет. И ее отражение исчезнет. Потом уйду я. И мое отражение исчезнет. Потом Чинара и ее отражение исчезнет. Уйдет и вода. Останется солнце. Солнце, Кошка, Чинара и наша судьба. Вода прохладная. Абоназим Хикмет написал только эти стихи. Он уже входит в ряд мировых поэтов 20-го столетия. Потому что, безусловно, эти стихи – это из разряда мировой поэзии, которая может восходить и греческой, и египетской. Какой угодно. Она в самых высочайших горных вершинах этого взлета творческого. Сама идея во мне зародилась году в 1972-м. Причем, что значит идея? Я, вообще-то говоря, не был готов к тому, чтобы быть режиссером, хотя к этому времени уже успел себя отравить двумя фильмами. Один фильм был о революции в 1967-1968 году. Мы его делали вместе с моим товарищем Аркадием Тюрином. Идея была такова. Идея была моя, что сделать фильм на музыку Шостаковича и на изобразительном материале русского авангарда и живописи после революции. Вот той, которая была еще, еще была горячая, раскаленная от связи, от, ну, самими временами она была раскаленная. Сейчас о фильме говорить не буду. Второй фильм был с Ивановым Ивановым, нашим вторейшим режиссером. Фильм «Сечь Прикершинца» на музыку римского-курского. И я, эта идея была Ивана Петровича, Иванова Иванова, но я думаю, что не последним из факторов, который подействовал или как-то подтолкнул Иван Петровича, был фильм «Все-таки 25-й первый день», поскольку он был сделан на классическую музыку Шостаковича. Там были два фрагмента из двух симфоний, 11-й и 12-й, Дмитрий Дмитриевич. Здесь был фильм сделан на основе музыки римского-курсака. У него был в опере сказ о невидимом граде Китежа, у него был музыкальный антракт «Сеча Прикершинца». Ну, музыка фантастическая, что говорить, она абсолютно вещественная. Вот можно об этой музыке говорить, музыка реалистическая. Хотя странно говорить о таком абстрактном искусстве, как звук, звучание, музыка. Говорить, музыка реалистическая. Но факт есть факт. Она действительно наполнена была реализмом событий, реализмом действий. Но вот тогда откуда, как, каким образом вдруг в меня какая там звезда пробила черепную коробку, попала в сердце, какой осколочек, я не знаю. Но вдруг, скорее всего, это было связано с предстоящим переездом из Марьиной Рощи в новые дома. Тогда все об этом говорили. А жил я в Марьиной Рощи. Марьиной Рощи – это, в общем, как провинциальный маленький городок. Тихие улочки, двухэтажные дома, мещанские, где каменный низ, кирпичный, каменный низ, деревянный верх. Вот вся конструкция дома. Небольшие магазинчики, даже была частная парикмахерская. Парикмахер Найденов был такой. Это был полный человек, высокий, большой. У него, видно, от войны осталась трофейная машинка электрическая, которой он стриг все население в Марьиной Рощи. Он был астматик, курил антиастматические сигареты. У него было полное овальное лицо, двойное или тройное подбородок. И когда он закашлялся, он весь и вовсе его просто сотрясало от этого дела. А, собственно говоря, его маленькая парикмахерская, это был такой Марино-Рощинский клуб. И этот клуб остался в моей памяти. И остался какими-то очень многослойными воспоминаниями. Даже вот здесь Франческа сделала один эскиз. Вот он. Вот этот Найденок. Аппарат берет. Вот этот Найденок. И вот там я рыжий сижу. Это Франческа меня сделала. Там занавеска, девочка. Там слышались игры. Слышались звуки фортепьяно. И кто-то там играл. Какая-то там была таинственная жизнь. А идея была такая. Мне вдруг привиделось, что всем одновременно в нашем доме выдали ордера для переезда на новые квартиры, в новые дома блочные. Причем далеко-далеко от Магной рощи. Это место Биберева называлось. Те, кто там живет, они знают, что это такое. И мне вдруг показалось, представилось, что осень. И вдруг остатки тех, кто прожили здесь долгую жизнь, в этих домах, вдруг решили собраться напоследок, вынесли в осенний двор тумбочки из кухни, которые сопровождали многие десятилетия жизни в коридорах и в кухне коммунальной. Расстелили скатерти разные, поставили то, что было из снеди на тот период, на тот момент. На столы, естественно, водка, естественно, все сели, естественно, начался разговор, пили за этот дом, пили за предстоящую жизнь. И разговор этот набирал, накалялся, накалялся постепенно. Вот. А потом и постепенно история дома возникала в разговоре. Такая идея была. даже у меня где-то здесь осталась картиночка, которая, вот она, эта картиночка, вот набросочек, вот он, вот это скатерть, тумбочки и так далее. А потом приехали грузовики, а потом приехали грузовики, погрузили вебель, разъехались, наступила тишина, и вдруг поднялся ветер, и эту скатерть сдул с столов с остатками еды, тут собаки, кошки, скатерть внеслась в небо, а Марина Роща стала загораться с краю огнем и подниматься в небо улицы ее. Вот она, эскиз. К сожалению, такого кадра не было. Только осталась от него вот эта раскатерка. Вот она, раскатерка. Мне это очень жаль, конечно. И вот эта Марина Роща поднимается в небо, дома уходят в небо, черная земля, и на эту черную землю опускается это дело из скатер, который взлетел со столов. Вот такая была первоначальная идея, замысел, я не знаю как. Потом, когда в 66-м году, в 67-м мы начали работать, конечно, все много переделывалось. Был написан сценарий, но я могу сказать, что он меня не очень устраивал, хотя сценарий и сценарий. Собственно, вся работа над фильмом началась в процессе самой работы. и мне повезло, мне повезло с кинооператором Игорьский Донбусин, мне повезло с Франческой моей, потому что она тоже это время переживала как свое время, только у нее было свой двор, у меня свой двор, у нее был свой пустырь, у меня был свой пустырь, но очень много было сходного в нашем бытии. Так или иначе, фильм, походу, очень сильно менялся, появились новые эпизоды, появились новые герои, к сожалению, многие эпизоды не были сняты, хотя одновременно с этим эпизоды новые и новые персонажи появившиеся, они зафиксировались в фильме так или иначе. Появилась музыка Баха, появился светлый эпизод большой, но вот тот самый первый посыл, который я получил от Назынка Экмета, он так и остался, он после что прошивает фильм, хотя фильм о другом, это фильм о войне, это фильм о том, какая это тяжелая работа понимать, что есть простота в жизни, что составляет собственно говоря ее самую главную суть. А в чем эта простота? Да в том, что есть дорога, что растет дерево, что под деревом стоит стол, что за столом сидят люди, в частности, в данном случае семья рыбака, сидит поэт, бычок прыгает через веревочку, мимо идет путник, шумит море, путника приглашают к столу, и с ним делится трапезой, ему наливают суп, ему наливают вино. И, собственно говоря, фильм ведь сводится вот к этому самому понятию, то, что я и услышал у Назым Хитмета. Слава Богу, живем. И вот это вот понятие живем, оно включает в себя самые простые истины. На самом деле, самая простая истина, это ребенок внимательно будет смотреть на птицу, и для него эта птичка будет самый важный момент в жизни. Он будет смотреть на цветок, или сорвет цветок, как принесет маме, и этот момент будет потом окрылять его всю жизнь. Это не важно, какие моменты, как они называются, важно, что они оставляют в душе, как воспитываются твои чувства для дальнейшей жизни. И, а почему война? Да потому что я себе представляю войну не только как защиту отечества от негодяев, которые в данном случае от фашистского племени, которое пришло на эту землю ее завоевать, тут дело еще и в другом. Тут шла война, как защита отечества, защита своей семьи, защита своего ребенка. То есть это все важные вам моменты, а в результате для меня она еще и защита тех самых простых истин, мимо которых к сожалению человек в погоне за одни за богатством, другие за властью, третьи еще за какими-то бессмысленными погонями, какие-то бессмысленными целями. Все равно все это не имеет никакого значения. А вот имеет значение человеческий жест. Ты пригласил человека к столу, вот это имеет значение. Имеет значение шелест дерева имеет значение прощания, когда ты машешь вслед тому, кто только что с тобой сидел за столом и может быть ты его никогда не увидишь. Но он у тебя, он был, он прошел мимо, он остановился. Вот эти моменты они для меня чрезвычайно важны. Поэтому все впечатления, которые я когда-то вынес для себя из коммуналки, ну например свет в коридоре от яркого свечения двора, этот свет он так остается в моей памяти. И этот коридор и волчок, который уходил по этому коридору, это он в моей памяти. Это абсолютно реальное действие, которое действительно было. Мы можем говорить да, фантазия, а вообще как человек без воображения, кто он такой. И вообще без этой творческой воспаленности. Кто мы такие? Мы неполные. Если мы не охвачены чувством тайны, как это было в детстве, если нас это не сопровождает потом последующую жизнь, то кто мы такие? И можем ли мы читать литературу, поэзию, наслаждаться живописью, или слышать страсти музыкальные, баховские, если мы это не воспринимаем во всю глубину, кто мы такие? И вот этому ремеслу, этой профессии жить мы учимся всю свою жизнь, до самого последнего часа. Вот для меня что такое чувство, какое чувство сопровождало меня, когда делался фильм «Сказка-сказок». Я говорю «меня», но на самом деле, конечно, фильм делается и здесь естественно и живописец, художник, постановщик, и композитор, и кинооператор, который тоже играет колоссальную роль. Ну что, могу что еще, о чем еще можно сказать? Да, в общем, все, что... Здесь же и младенец, которого волчок, волчок, украв рукопись, из этой рукописи извлекает, рукопись внезапно повторяя, превращается в персонаж, который является тоже очень важным в драматургии фильма. Конечно, композитор Мейрович, которым мы работали, делали фильм, имеет, конечно, он, его работа здесь колоссальна, хотя основную роль здесь играет баховская прелюдия и фуга, но Мейрович написал такую музыку, которая уникально проникает в... растворяется в сосудах фильма и... и дает определенную тональность. Так, теперь, значит, ну, откуда волчок? Вот, например, я вам покажу, я здесь пишу об этом, что волчок как персонаж уникальный и есть, и даже, когда он уже был сделан, он еще дорабатывался, потому что в процессе работы над ним вдруг я у одной своей подруги увидел на стене котенка, который был... к шее которого был привязан кирпич. Его вытащили из воды и глаза у котенка были заполнены страхом и потусторонним видением. И вот его глаза, они стали глазами волчка. То есть количество деталей, из которых складывался фильм, это количество бесконечно. И так и должно быть, потому что на самом деле из каких линий сплетается фильм, это сказать до конца невозможно. Вот, кстати, случайно открылась фотография это кинооператор Скидан Боссин. И я здесь сижу, это мы с ним размечаем план, его скорость, его движение. Еще я должен показать фотографию Франчески, поскольку эта фотография имеет прямое отношение к фильму. вот, это она с нашим Борей, когда Борей было полгодика. Вот посмотрите внимательно на голову Бори, а вот здесь кинокадр. Вот эта голова у груди матери, это голова нашего сына. Вот из каких ветвей сплетается работа. Кстати, вот здесь же и набросок, мой набросок Франчески, когда я вообще ни о каком фильме не думал, естественно. Вот так это все соединяется. Ну что, пожалуй, да, вот, пожалуй, еще тоже любопытный момент. Тоже я о фильме не думал. Два моих эскиза этюда. Это совсем подросток, я бы это уже старший эскиз с воронами. Вот. А почему я показываю? Да потому что потом эти два эскиза стали основой эскиза, которую сделала Франческа. Это наш дом в Мальной Роще, где я жил. И тополь, который рос во дворе. Но соединилось это все из двух моих детских эскизов. Почему я это говорю? На самом деле фильм начинается не в тот момент, когда пишется сценарий. Он задолго до этого растет. Даже тогда, когда тебе всего лишь 11-12 лет, ты начинаешь себя осознавать на свете полностью в полноте, но ты еще не знаешь, что у тебя в жизни случится, чем ты будешь заниматься, что тебе будет нравиться. Но почему-то ты берешь в руки фотоаппарат и делаешь фотографию двора, где ты прожил. Почему-то ты потом фотографируешь свою Франческу, когда кормит сына. Я даже записал, это очень важно тоже было, разрабатывая световые эпизоды фильма, я однажды наткнулся на свои забытые наброски, предназначенные для живописи. Сделаны они были в начале 68-го года, после рождения у нас Франческа сына Бори. Меня оглушила, очаровала открывшаяся мне картина кормления грудного младенца. Я глупо улыбался, видя, как он хватал жадными обнаженными рыбьями деснами сосок, перекачивая в себя младенческий хлеб, как потом, насытившись, отваливался от нежного хранилища молочного самогона, пьяным, прикрывал веки, придавая значение только внутреннему процессу. Вот, это Франческа моя сделает фотогуху, где она кормит Борю. Франческа была страшно недовольна, как-то так я вдруг показал, так сказать, ее грудь. Ну и в конце я хотел закончить еще коротким рассказом о редакторе нашего фильма. Вот она, редактор Наталья Николаевна Аврамова. Редактор играет всегда огромную роль, если он порядочный человек. А у нас на студии работали порядочные редакторы. Они знали, что они занимаются искусством. Вот. И я хочу закончить стихами, которые написала Наташа много лет спустя, после фильма. Стихи такие. Шел снег, совсем как в сказке сказок, сидела птица на суку, казалось мне, что без подсказок, легко, до дому добегу. Но время вдруг остановилась, поправ законы и стремгла, все вдруг вокруг переменилось, переигралось, исказилось, что было сном, что стало явь, и не было у дня начала, у ночи не было конца, а поутру луна вставала, а солнце в ночь не западало за край землистого лица. Где был мой дом, в каком селенье, живу, в какие времена, кто я, зачем, в какой вселенной снегами запорошена. Ведь я пошла купить картошки на Гнезняковской в овощной, забыв, что нынче выходной, чуть отвлеклась совсем немножко и потеряла дом родной. Наташа здесь вспоминает зимний эпизод, который был одним из центральных в фильме, где парк, где идет снег, вороны сидят на деревьях, еще из парка идет старуха. Вот этот кадрик. все. На этом мы можем закончить предварительно разговор о фильме, а теперь я вас перепровождаю к самому фильму, но я уже говорил о том, старайтесь смотреть его внимательно, так как читают стихи, вникая в кинокадры. фильм этот меньше всего таит в себе в своем повествовании развлечения, но, как мне кажется, он очень важен для нашей с вами общей жизни. Всего доброго, будьте здоровы, не болейте, мы переживем коронавирус. Это, как в детстве мы говорили, не с таких вышек наряде. Субтитры сделал DimaTorzok